Как ощущения? Тяжело ли было или, в принципе, вы уже решаете давно? Было очень эмоционально, даже сегодня. Для нас это новость не сегодняшнего дня, но было очень эмоционально. Ну да, то есть это, в принципе, когда раз за разом я не получал допуск на участие в соревнованиях, то в какой-то момент стало понятно, что нагрузки, в принципе, противопоказаны. И, скорее всего, дело уже не в том, как долго я отдыхаю. Как было это, к примеру, после чемпионата мира прошлого, три месяца восстановления, и мы начали готовиться, и на гран-при все равно мы допуск не получили. Так что, в общем, это... Ну, уже тогда становилось понятно, что, наверное, нагрузки будут противопоказаны в дальнейшем. Так что, наверное, самое такое тяжелое время пришлось на осень, когда мы были готовы выступать на гран-при, но не было допуска. Но сейчас это было не тяжело, это было эмоционально, Наташа правильно сказала. И, ну, это закончилось. Определённый этап в жизни, важный, я думаю, что самый лучший. И я надеюсь, что дальше будет что-то похожее хотя бы. Ребят, сохранится ли пара хотя бы для шоу, и чем будете дальше заниматься? Именно как? В плане основного деятельности. Ну, в плане шоу, посмотрим, жизнь покажет. Ну, пара точно сохранится. Пара точно сохранится. Отлича пока не ясно. Да. Вот, а так, дальнейшие, я последние пару лет очень заинтересована в киноиндустрии, так как мой жених, режиссёр. То есть я как-то начала погружаться в эту сферу, и мне всё очень интересно, поэтому я сейчас как бы там всё изучаю. И кто знает, может быть, я... Увидите меня, не знаю, в качестве актрисы или там какой-то другой, может быть, я напишу какой-нибудь сценарий или что-то подобное. Ну, в общем, в сфере кино мне сейчас очень интересно, и посмотрим, что из этого выйдет. А образование, наверное, будешь получать какое-нибудь? Посмотрим, сейчас будет время подумать. Сейчас очень много вообще дел, на самом деле, по фильму, который про нас вот с Сашей и про американскую пару сняли. Сейчас очень много фестивалей различных будет. Так что будет чем заняться, как бы на чем подумать. Саша, Нина Михайловна вообще говорила, что ты идеальный человек, и она хотела бы видеть тебя тренером. У тебя какие планы? Приятно, очень приятно. Ну, такой сложный вопрос. Сейчас, наверное, немножко, чуть-чуть надо выдохнуть, и ты как бы к этому не готовился, но все равно довольно такое событие ощутимо, и такое немножко оно опустошает тебя. Но я думаю, что возможно, потому что фигурное катание, и я это, по-моему, уже говорил, это то, в чем я разбираюсь лучше всего в жизни. Вряд ли я в чем-то еще стану разбираться так же, как хорошо. И, наверное, моя деятельность будет связана с фигурным катанием. Может быть, парное катание, одиночное, не знаю, пока буду смотреть, подумаю. Чуть-чуть время есть, и сейчас в спокойной обстановке подумаю. Ну, я уверен, что в фигурном катании мы с вами еще встретимся. А изначально планировали как-то на этом шоу объявить о своем решении, так, чтобы красиво перед зрителями? Либо это спонтанно получилось, учитывая, что и шоу довольно-таки недавно узнали о Илусу? Ну, нельзя сказать, что мы прямо это планировали, нельзя сказать, что это спонтанно. Просто мы уже знали то, что, скорее всего, у меня не будет допуск до соревнований. И, в принципе, это пришлось бы сказать в любой момент. Да, и мы подумали, что именно на этом шоу, так как Нина Михайловна сказала, что в конце февраля оно состоится. Мы подумали, что было бы здорово сделать что-нибудь необычное. То есть, допустим, как было со стихами, то есть мы как-то через это тоже вырезали свои эмоции. Прокатали нашу самую первую программу, которая была и Нона, и Авось, и вот нашу последнюю произвольную. Да, это было интересно, то, с чем мы начали, то, с чем мы закончили. Ну и да, Наталья, стихи Натальи, конечно, прекрасны. Мы уже на тренировках, это, честно говоря, было очень мощно. То есть, переходил на тренировку, мы катали эту программу, и уже тогда она вызывала у нас очень сильные эмоции. Я уже не говорю про сегодняшний день. Но мы же катаемся для зрителей. Понятно, что спорт, мы занимаемся спортом, это наше достижение. Но фигурное катание – это же искусство. Мы катаемся для зрителей и показываем им, как мы видим вообще музыку, как мы видим фигурное катание, как мы видим движение. И, наверное, сегодня разделить это со зрителями было правильно, потому что они нас поддерживали, они были с нами, они болели, они писали нам какие-то сообщения в социальных сетях. И поделиться с ними, представить это им – это было правильно, это было честно, и это было очень приятно. А в видеоставках были ваши стихи, да? Да. Саша, были какие-то варианты на положительное решение вопроса? Потому что, насколько я знаю, ты не только в России как-то проверялся, и разные были дикты, были какие-то… Потому что это ФМБА уже, да? Да. Ну, дело в том, что для ФМБА весомый показатель для решения – это только решение врачей ФМБА. То есть им, по большому счету, любые другие обследования не очень… Ну, интересные, конечно, но они не могут на них опираться, то есть они опираются на свои исследования. И это мы просто делали для себя, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы знать, как вообще обстоят дела. Ну, конечно, если вы помните, мы пропускали чемпионат Европы в прошлом году как раз по этой же причине, потому что у меня не было допуска. И тогда получилось то, что вот тот перерыв, тот месяц отдыха, который нам рекомендовали врачи, он помог, и мы к чемпионату мира подготовились и спокойно выступили с допуском. То есть, ну, вот в следующий раз после чемпионата мира уже это, грубо говоря, все вернулось опять в норму после того, как мы отдохнули. И когда мы начали готовиться на сборах к этапам Гран-при и приехали с этапов Гран-при, опять, ну, как бы, все ушло из нормы, состояние не очень совместимое с нагрузками, которые мы испытываем в спорте. И, в принципе, нет ничего, во-первых, нет ничего серьезного, я сразу хочу сказать, что это не что-то серьезное, что мне сильно угрожает. То есть, это просто такая вещь, которая, она в обычной жизни мне мешать не будет, но в спорте высоких достижений это несовместимо. И просто вот такие нагрузки, которые мы испытываем в спорте, они просто мне противопоказаны. Но для обычной жизни, то есть, ни лечения, ни каких-то медикаментозных операций или чего-то, ничего вот этого не нужно делать, просто немножко поспокойнее. Хорошо, если бы не было запрета от врачей, вот ваше личное решение, вы бы продолжили выступать, несмотря на возможный риск, либо все-таки жизненно дороже? Ну, это, во-первых, хороший вопрос, который я сам себе задавал не раз, потому что, когда начались эти проблемы, все равно уже было понятно, что, наверное, это не очень полезно. То есть, даже когда давали допуск, врачи, они же, конечно, тоже люди, они понимают, что там по каким-то показателям, допустим, на верхних границах, но они с тобой же разговаривают и объясняют тебе, что это, ну, это не очень хорошо, не очень полезно. И, конечно, в какие-то моменты, когда мы готовили к чемпионату мира прошлого года, и мы точно знали, что мы в отличной форме, то, что мы готовы завоевывать медали, ну, то, что это наше время, тогда это отходило на второй план. То есть, тогда я старался не думать об этом, и, то есть, я знал, что это, наверное, уже в какой-то степени немножко опасно, но цель была настолько сильной, настолько она мотивировала то, что это отходило на второй план. Но это сложно, это, я думаю, что сейчас, ну, опять же, вот сложно сказать, врачи, же на то и врачи, они же учатся очень много времени, чтобы, чтобы взвешивать риски. То есть, понятно, что я никогда не смогу взвесить риски, так как кульфицированные специалисты, и все-таки мы проходили обследование очень кульфицированных специалистов, и я им доверяюсь полностью. Ну, следите ли вы, да, за соревнованиями, не знаю, может, проголос на чемпионат мира дадите, там, россияне против китайцев, такое интересное противостояние. Ну, во-первых, я китайцам желаю, чтобы у них все наладилось с, да, чтобы победили вирус. Ну, то есть, вы уже, как-то, начинаете опасаться, вот, учитывая новость или это, скорее, все-таки. Ну, китайцы уже не допустили это. Ну, да, я, честно говоря, не очень, нет, но это проблема, это мировая проблема, которая, надеюсь, просто завершится, то есть, это, ну, я не знаю, что у меня панический страх, но я чувствую это проблемой. Я надеюсь, то, что у них в чемпионате мира будет все в порядке, и никак это не сможет повлиять на какие-то их места и поездки и так далее. В плане того, что слежу или нет, я слежу, мне нравится, я болею за наших очень сильно, и болел, пока катался, и сейчас болею, вот, за российскую сборную болею очень сильно. И желаем победы. Сложно, сложно мне оценить непредвзято, потому что я очень болею за сборную России. Наташа? Я, разумеется, тоже слежу за практически всеми стартами, какие-то прогнозы я бы давать не стала, а болею я, не знаю, за честную борьбу, то есть, вот, кто отхатает, действительно, кто меня тронет, тот должен победить. Ну, а так, конечно, всем большой удачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.